Русские православные церкви И вообще вся основа русского самодержавия Беспредельного русского самодержавия Которое в принципе властвовало несколько веков Абсолютная монархия Именно в таком русском ключе Оно везде одинаково, просто немножко с русскими узорами И хотелось бы несколько слов посвятить времени тому Почему же Ивана Грозного так хлистали все века Вплоть до того, что Романовская династия Его практически пыталась не то что даже стереть А обгадить Обгадить на основе каких-то непонятных темных источников Включить все свои властные позиции Заставить историков просто натурально обгадить Ивана Грозного Потому что, ну иначе это просто не назвать Современные историки давно уже раскрыли все эти Ну, лживые установки На которых были основаны вот эти вот романовские описания Мы даже все вот люди знают Что в Новгороде поставлен памятник был Тысячелетию России в 1862 году И там Ивана Грозного нет Нет у его сына Федора Вообще непонятно почему, чем Федор им не угодил А вот последний этот самый Рюрикович Пожалуйста, не нужен был романовской династии Ну и Бориса Годунова естественно Они убрали, тут уже это в раках конкретно Ну это ладно Почему же, почему Посмотрите, Карамзинская история Это же учебник, на котором несколько Ну два столетия практически В общем-то с Карамзинской историей Многие поколения Многие поколения Как-то вот штамповали все эти учебники Исторические вот эти вот Основные посылы в учебниках истории В том числе и в советских Конва Да, да, вот как она пошла, пошла, пошла Историческая конва такая Где-то в сталинское время пытались это дело Немножко привести в порядок В том числе и с помощью вот этого фильма Иван Грозный Осмыслить какие-то вещи Но потом быстро это все закончилось И опять все перешло на охаивание времен Ивана Грозного Вот интересно сказать То, что ладно, Карамзин, оставим его в покое Вообще-то это был, конечно Глубокий исследователь Но идеологически управляемый Однозначно Александром Первым И его, значит, всеми людьми Которые занимались историческими вот этими вот подтасовками Для оформления романовской династии Как самой такой великой Самой нужной Самой якобы правильной И вот Самой-самой святой Вот такая была установка А между прочим Вот Нужно еще, знаете, Жень Упоминать одну очень важную вещь Дело в том, что Иван Грозный Сам давал почву для этого всего Потому что если взять Федора Он сидел на престоле Возвысив очи к небесам Опустив руки долу И был очень скромным Тихим Миролюбивым человеком Дойдем мы до этого Если взять Ивана Грозного Эти маски Пляски Бегство в Александру То есть сам Грозный Понимаете, как Это я к тому, что Жень Что пусто Просто так не бывает То есть он был Если бы он был сейчас Он бы был Главным режиссером Большого театра То есть столько артистизма Причем совершенно искренне Талантливый Артистизма Оно и современников Отталкивало Я вам приведу сегодня Некоторые такие вещи Вы просто будете смеяться Смеяться будете И увидите этот артистизм Проблема заключалась в том Что сам Грозный Подавал повод К тому, чтобы о нем Много говорили То есть он Он хотел быть Медийной персоной Он любил эффекты Как и дешевые Так и очень дорогие Эффекты Он любил это все Поэтому Поэтому Естественно О нем писали Не писали только ленивые Вообще Непосредственное Средневековое Только неграмотные Все, кто умеет писать Все писали Непосредственное Средневековое Жестокость Абсолютно Присутствовавшая Но это понятно Так вот На чем все-таки Карамзин Карамзин был тоже Глубокий исследователь Надо отдать должность Очень серьезный В некоторых моментах Очень серьезный Очень серьезный И он исследовал документы Которые еще не Взгорели Во время пожара В 1812 году Вот это вот Необыкновенная ценность Его все-таки Исследований И некоторые историки Говорят, что В первых изданиях Карамзинской истории Государства Российского Есть примечание Целый раздел А сейчас его не печатают Там не то, что Целый раздел А половина текста Вы имеете в виду Касаемо эпохи Ивана Грозного? В которых В примечаниях Карамзин указывает Некоторые уточнения Для оправдания себя Перед будущими историками Вот эти примечания Очень ценны Для исследования Историков Нам они не достаются Потому что Мы же не можем Пользоваться такими вещами Это издание 19 века Вполне можем Почему мы думаем Не можем Ну да, можем Но это надо Колоссальное время И все Так вот Карамзин Интересно Я займусь Для описания Это профессор Пыжиков Об этом рассказывает Прошу Может быть Даже найдем Какие-то печатные Издания Карамзин Включил Для охаивания Времени Ивана Грозного Включил В свое описание Его времен Совершенно Ну Лживые Описания Иностранных Свидетелей Так сказать Самые главные Из них Это Альфред Шлихт Это Это там Толмач При враче Ивана Грозного Скажем так Да и вообще Все иностранные историки Который пожил Немножко Два года В Москве Потом сбежал И Еще нужно сделать Одну еще маленькую По заказу Написал Гадости Все иностранные Историки Которые что-то писали Иване Грозного Писали обычно Для европейских Монархов Редко кто писал Просто Совершенно отстранен Сейчас Абсолютно докажено Что Шрифт По конкретному Заказу Написал Во время Ливонской войны Это надо было Вот о чем Вы в прошлый раз говорили Когда Началась информационная война Вот это вот тоже Вы знаете Это одна из первых Мы уже говорили В прошлый раз Сейчас буквально Вот два слова Скажем Это одна из первых Информационных войн Нужно было Показать Что Россия Вот как сейчас Россия не имеет Права на Крым Не важно Она то что Он был 200 лет Российский Не важно Что его Хрущев Неправильно Передал Но Главное Что вот Россия Не должна иметь На него Никакие права Дело в том Что вся Прибалтика Была российской И основана Была славянами И по сути дела Являлась Вотчиной И Рюриковичей И поэтому Да я секундочку И поэтому На Прибалтику Рюриковичи Имели полное право И вот была Развернута Травля В виде всяких Листовочек Побасенок Анекдотов Как потом Про Екатерину Великую Там с раздвинутыми ногами На всю Европу Писали и тому подобное Вот пошлых Таких гадских Штучечек Которые Под которые Попал Иван Грозный Тем более что Он я еще раз вам Хочу заметить Он сам подавал Этому поводы Своими Зачастую Очень театральными Представлениями Ну и жестокостью Даже не жестокостью А вот Ну я потом Не буду сейчас Предвосхищать Любые действия Он таким антуражем Это все окружал Как будто Это было Ну Премьера В оперном театре Мы уже говорили Что его жестокость Он ее оправдовал Потому что считал Себя наместником Ну да Это Макиавелли Это все взято Из Макиавелли Государь Он видать его читал У Макиавелли Прямо сказано Что государь Как бы стоит Над правом Вот как у нас Сейчас кстати Тоже наши Властители Они тоже Над законом И делают там Что-то наверху А все остальные Должны закон Соблюдать И вот так же Настоящие исторические Исторические версии Историки исследуют Его Но он тоже По заказу Написал Конечно Так же Как и Таубер Точно таким же Таубер Да И Крузы И Крузы И там еще был один Забыл тоже Хронист этого времени Будем говорить Они все писали Для европейских дворов И вот эта вот Романовская Историография Ухватилась За вот это вот Описание Данное Карамзиным В истории Государства Российского И вот Полилетова Ивана Грозного Такой грязью Конечно Вот смотрите Обратите сейчас Внимание Ничего нового Под солнцем Нет Вот сейчас Европа Консолидируется Против России А Россия Обливается Всякой грязью Для того Чтобы Показать Что Европе Грозит опасность Точно так же Нужно Прибалтике Тевтоном И потом Ливонии И Польше Нужна была Консолидация Союза Англии Франции Швеции Против России Для того Чтобы Им не войти В состав Российской империи Они боялись Этого Жутко И для этого Они использовали Те же самые методы Что сейчас Использует Блок НАТО Для Поливания России Грязью Никакой Совершенно Ничего Как будто Не прошло Этих 500 лет Ничего Не изменилось А как будто Все так и осталось Остались Те же самые Цели И используются Те же самые Средства Иезуитские Поэтому Ничего не изменилось В этом плане Продолжается История Чтобы Люди не подумали Что мы тут Разводим Ура-патриотизм И так далее Наоборот Скажем так Не все Крайне очень Против Ура-патриотизма Не все Иностранцы Были такими Лжецами Допустим Во времена Василия Третьего По Москве Прошел Исследователь Немецкий Сигизмунд Герберштейн Карты Которые Описания Стали Просто Ценнейшим Историческим Подошел С точки зрения Науки Без всяких Пасквилей Вот Пожалуйста Пример Ну а потом Пошло Пошло Именно Из-за Ливонской Войны В том числе Начались Поливания Такой Гребель Такой Мирности Ну и Кто еще Оставил Вспомните Иезуитов Вспомните Все наши Когда В 1881 В 1581 Году После Стефана Батурья Вот Нашествия И войны С Псковым Значит Для Примирения Иван Грозный Обратился К самому Папе И папа Тем более Что вы помните В Пскове Побили Косова Утопили И вдобавок Еще побили Бенедиктинский Монахов Которые там Были Полоцкий А Полоцкий История Нет Вы касается Ну тоже Иван Угры Иване Грозного За 20 лет До этого Было Значит А вот 1981 Год Иван Грозный Обратился К Папе И он Прислал Своего Нунция Антонио Пассивина Для того Чтобы он Способствовал Заключению Мира Между Баторием И Грозным И Шведами И так далее Все кто Встал Против России Они вообще Всем западом Уже Против Антироссийского Союза И он Поспособствовал Значит С условием Что Иван Грозный После этого Подсоединится К Флорентийской Унии Ну Иван Грозный Принял Значит Его способствия Ну и сказал Ну извини товарищ Мы к этой унии Не присоединяемся Представляете Вот злость Ярость Вот этого Иезуита Пассивина Который Неудача Все сделал Поспособствовал Значит А свою функцию Не выполнил Перед Папой А для Иезуита Это было Обидно То что обидно Это против Всех правил Уставов Иезуитских Этого ордена Вот этого Который Действовал Только в интересах Папы И вот Пассивина Тоже оставил Свои записи Об Иване Грозном Можно представить Насколько они Да Добротусные Да Вот Еще один источник Пожалуйста И множество Вот этих Вот Джером Гарсей Дипломат Английский Мы уже говорили О том Что Иван Грозный Сделал Такую Стратегическую Ошибку Он поверил Почему-то Англичанам Он вот За счет Миссии Вот того Купца Который Софран Ангельска Пришел И он Поверил И дал ему Возможность Заключить Лондонский Русский Торговый Да Он писал Письма Елизавете Там Чуть ли не Сватался К ней Потом Он во времена Опричнины Попросился К ней Типа Я сбегу К вам Вы мне Дадите Политическое Убежище Ну были Всякие Отметания Но почему-то Верил Англичанам Англичане Ну верят Дикарину Пожалуйста Они смотрели Что на индейцев Что на Русских Московитов Одинаково Абсолютно Для них Это Ну сейчас Мы их тут Окрутим Вот этот Джером Гарсей Тоже один из дипломатов Тоже оставил Свои записи Тоже можно Представить Насколько Они объективно Составлены То есть Ну правда Надо отдать По сравнению Со штаданом И шлифтингом Он более Серьезный Все таки Все таки Дипломат Да и просто Уровень Знания Другой Уровень научных Не аферист А дипломат Но тем не менее Его И не просто Писатель Вот такие вот Источники Вот такая база А вот Чтобы взять Сами записи Вот Есть прекрасная Источниковая база Это письма Ивана Грозного Допустим Переписка С Курским Переписка С литовскими Князьями Различными С крымскими Ханами Да С разными Епископами С кем только нет Переписки Ивана Грозного С Афанасием С Кириллом Даже с Филиппом Ковачем Ну и сегодня Конечно Историки Это очень Давно уже Подняли Они доказали Всю несусветную Несуразность Вот этих вот Романовских Вымыслов Про Ивана Грозного Здесь мы Ни в византийских Христиан Самых Наихристианнейших Наиправославнейших Императорах Это не было Ни в церковных Соборах Никогда Когда один патриарх Умудрялся Другого осудить Еще и там Ни в той же Англии Ни в Англии Ни в Америке Нигде Этого не было И обычно Всегда Последующий Император Царь Хочет представить Все заслуги Достижения Себе Своей династии Да А здесь получается Что Иван Грозный Организовал Российское царство Конечно Он создал Вертикаль власти К этому Романовы Уже имели Потом весьма Они были Наследниками Этого всего Но Нельзя Хочется же Доказать Что именно мы Облагодетельствовали Народ России А вось то он как Ларчик то открывался Вось она правда То где И вот Поради этого Конечно И сама Царская политика Была Романовская В этом направлении Ну и естественно Мы с вами Еще не должны Один фактор Забывать Этот фактор Называется Лизоблюдство То есть Всяческие Исторические Исследователи Которые хотели Получить Какой нибудь Грант Там у Петра Первого Или там У Екатерины Или еще У кого-то Они должны Были Поддерживать Идею Романовского Превосходства И естественно Они немножко Привирали Потом После них Которые писали Пользуясь Их трудами Еще Немножко Привирали И так В результате После третьего Четвертого Научного Исторического Исторического Исследования Мы получаем Абсолютное Вранье Или даже Еще вранье В квадрате В превосходной Степени Так получилось До того Что до Сегодняшнего дня Некоторые Очень В кавычках Сказать Здравомыслящие Исследователи Пользуются Вот этими Сказками Листовками Натурально Берут из листовок И всякую Дрянь Пишут И даже Совершенно Не имеющие Никаких Исторических Подтверждений Могу даже Сказать Могу даже Несколько Имен Сказать Уточняйте Которые Сегодня В книжных Магазинах Вон Лежат Это наш Знаменитый Сочинитель Сказок И детектива Борис Акунин Акунин Да У него Есть Он написал Историю Российского Государства Он написал Не государство А Российское государство Не государство Российского А Российского Государства Такое дерьмо Вылил Вот Собрал Я не знаю С какой помойки И вот Вылил на Ивана Грозного Я сталкивался Еще в 90-е годы Прямо Вот буквально Да он много Кого полил Белезер Ну да Понятно Какого Чхартишвили Его фамилика Ну ладно Еще один Грузин Да Да Ну В 90-е годы Я столкнулся Знаете Когда жил На Волге Там Я столкнулся Прям буквально С такой целой Миссией Западной Проезжал на пароходе Некий Такой Просветитель Из Австралии Соломон Шульман Знаменитый Якобы Представленный Режиссер Там Писатель И это самое И он Вез с собой На пароходе По русским Вот этим Волжским городам По школам И библиотекам Целую кипу Своей сочинительной Литературы Ну Ры Всякая Нет Нет Там у него книжка была Называлась она Власть и судьба Ну Не важно Я эту книжку прочитал Выдаваемая Желаемость Действительная И вот он Распихал Распихал Это все Гадость Распихал По школам И библиотекам Причем Буквально На таком На храпистом виде Это все делалось Естественно Под фондом Сороса И так далее Заплачивалось Ну это понятно Немного Платилось Как этот И западного Полушария Не начинайте Я даже не буду Начинать Сейчас Но это Результат Отравления Школьных Программ Потому что Если там Копнуть поглубже Там очень Гнилая история Да конечно Я уже говорил О том Что у нас Любят травить Людей Очень У нас Это крайне Нехорошая вещь Вот Помню Я говорил Про эту женщину Которая задавила Ребенка Пьяного Вроде бы Мальчика Задавила Я говорил Уже о том Что ну да Клуша Да дура Но это не повод Для того Чтобы месяц Или два Раскапывать Белье грязное Чужое Там на всю страну Развешивать Так же И этот ребенок Вот который Сказал Про этих Невидных Солдат Вермахта Это просто Наивное Маленькое Дитё Которое Ляпнуло Там что-то Ребенка не будет Да Поэтому не стоит Это когда Знаете Вот такие Детели Государственные Типа бывших Министров Финансов Там рвут На груди Последние трусы И кричат Что у России Нет будущего Или еще Вот это Понятный вопрос Откуда ветер дует А когда Кто-то там Уцепились Ищут Козла Отпущения Вы добрый Батюшка А вы знаете Знаете Битые Всегда добрые Когда-то В древности На Первом Вселенском Соборе Был очень сложный Вопрос Не знали Принимать Отступников От Христа Или нет Их были Если вы думаете Что все были Такими хорошими Мучениками Не верьте Не обманывайте Себя Никогда На каждого Мученика Было Десять Отрекшихся От Христа Которые Это говорить Хорошо А когда тебе Начнут Отрезать Пальцы Вырывать Ноздри То ты Неизвестно Что Сам Сделаешь Что Будешь Кричать И Поднялся Вопрос Принимать Или нет И большинство Было против Нет Придать Анафеме Изгнать И все И один Мудрый Епископ Предложил Давайте Пригласим Исповедников А исповедники Это тех Которых Били Но не добили До смерти И они Не отреклись От Христа То есть Это были Безногие Безрукие Слепые Хромые С урезанными Языками И прочее И пригласили Исповедников И исповедники Все Кто мог Говорить Сказали Кто не мог Говорить Написали Кто не мог Писать Знаками Показали Принимать Всех Через Видите Как разница Какая Тут вроде Пастыри Церковные Все Они не хотят Принимать А здесь Битые Те которые Пострадали За веру Во Христа Они всех Принимают Да 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 Всех Видите Разница Но не выдержали Пыток Скажем Нет Они выдержали Пытки Они не отреклись Их просто Не добили Я не про них Они А да Которые отреклись Не выдержали Пыток А это были люди Которые даже Специально Были такие Епископы И священники Которых возили Из города В город Например В этом городе Ему отрубали Ногу В этом городе Ему отрубали Руку И показывали Перед всем Гордом Вот что С вами будет Если вы будете Исповедовать Христианскую веру Понимаете То есть А потом Вдруг раз Император умер Другой сменился И пришел приказ Прекратить это дело И вот этот Безрук Безногий Полутруп Оставался живой И вот В инвалидском Таком состоянии Называлось Исповедничество Исповедничество Называлось Мы остановились На Мы подошли Капричнение Капричнение В прошлый раз Да Мы с вами сделали Несколько Очень важных Очень важных Моментов К тому К чему Что же подвигло Ивана Грозного Капричнение И я еще раз Скажу Что самым Главным Подвигнувшим Его капричнение Фактором Было предательство И проигрыш В этой 25-летней Войне Которая была За Выход К Балтийскому морю И за территорию К Финскому заливу Она еще не 25 лет Тогда шла Она еще шла 7-8 лет Вся история Очень длинная 25 лет Я посчитал Там все Это она вся шла А Апричнина Не-не-не Апричнина Апричнина Явилась результатом Этой Войны Помните Адашева Мы вспоминали В прошлый раз Именно Именно Вот Жень Вот смотрите Именно в результате Того Что бояре Перегрызлись И этого Адашева Пинали Так как он был Не особо родовитый Попали они В засаду Где все царское войско Было полностью Практически Истреблено Понесенный Казной ущерб И видимо Психофизиологическое Воздействие На Ивана Грозного Было таковым Что вот в этот момент В его сознании Произошел Перелом Который потребовал Более ускоренного Проведения реформ Наказания Бояр Проведения Централизации Стержня Власти Выявление Всяческого Любого Даже Самого Маломальского Заговора Противодействие Вот этой Информационной войне Которая Про него Началась И самое Главное Создание Именно Самодержавного Царства Которое он считал Ему поручено Самим Господом Богом И он должен Перед Христом Этого царства Основать Но это Не будем Удивляться Перепитьям Средневекового Разума В то же время Когда он болел Он например Пригласил 50 Лапланских Шаманок Которые Надеялся Что они там С бубнами Его исцелят От болезни Это было Средневековое Сознание Которое могло Немножко Отличаться От нашего Поэтому Опять же Еще раз Говорю Не нужно Требовать От Древних Каких-то Персонажей Исторических Такого же Восприятия Как вот Вас воспитали В школе номер Три И имени Зои Космедемьянской Не думайте Что Иван Грозный Был тоже воспитан Такими же Учителями Начальной Советской школы И имел Такие же Представления Это был Совершенно Другой Другого Мира Человек Значит Вот это Первый Самый Главный Момент Это Он понял Что с боярами Он Кашку Не сварит Что будет Очередное Предательство Поражение В войне И все Поэтому я думаю Это Несомненный Фактор Несомненный Фактор Дальнейшего Решения Оба причины Один Маленький Психологический Момент Просто Мое Личное Наблюдение Значит Смотрите Можно Да Именно Психологический Момент Смотрите Лично Возглавлял Иван Грозный Несколько Походов Да Да Псков Или вы имеете Ввиду Пока Походы На Ливонские Земли Я имею Ввиду Казань Блестящая Разработанная Стратегическая Операция Где Иван Грозный Понял Что только Личное Управление Вот этой Грандиозной Государственной Машиной Принесет Успех Вот То же Самое Он Лично Возглавил Поход на Полоцк В 62 Году О котором Мы говорили И представляете Какое Было Разочарование Какое Было Разочарование Его Когда После Этого Успешнейшей Операции Которая Была Проведена Гроздиозно Успешно Он Даже Гарнизон Вот Это Сопротивлявшийся Выпустил И наградил Гарнизон Настолько Он Был Еще Свою Великодушие Проявлял Он Гарнизон Сопротивлявшийся Наградил И Как Такое Позорище И Как Только Он Отлучается Такое Позорище И Потом Через Год Потеря Армии Сдача Представляете И Главное Была Направлена Целая Комиссия По поводу Адашева Что же Произошло И Комиссия Разобрала Что Вот Из-за Чего Состоялось По сути Дело Поражение Из-за Того Что Десять Бояр Не Могли Разобраться Кто Первый Пойдет В туалет То есть Кто Главный Кто Второй Кто Третий Кто Четвертый По Какой Очереди Они Будут Какать По Какой Очереди Они Будут Кушать И Как Они Будут Сидеть За Столом Кто Главный Они Действительно Бояре Имели Право Родового Преимущества То есть Они Были Но С точки Зрения Полководческих Талантов Они Были Вообще Может Быть Идиотами Полными Но Амбиции Были Больше И вот Грозный Я думаю Задумался О том Вопросе Что Как же Продвигать В такой Системе Заскорузлой Когда Старые Тупые Бояре Не могут Управлять И не могут Быть Эффективны Как они Были В Древней Руси Эффективны Теперь В новом Царстве Они Не могут Быстро Меняться В новой Современной Конъюнктуре Как Продвинуть Дворян То есть Как Сделать Возможность Такую Чтобы Не было Возможности Со стороны Боярства Мешать Продвижению Государства Вперед Развитию Государства До 64 Года Сплошные Поражения Абсолютно верно Сплошные Поражения Значит Еще Какая Огромная Роль Сыгралась Ну Во-первых Детство Мы помним Ивана Грозного И ему Еще Жестко О мамане Напомнили Об отравленной Мамане Напомнили Ему в 1560 Году Благополучно Отравив И его жену То есть Вы можете Представить себе Обстановку Во дворце Где Тихим Сапом Можно было Отравить Царскую Жену То есть Мамки Бабки Тетки Боярки Шапки Трусики Тельняшки Штанишки Нужники Столовые Где-то Баночка с ядом Раз И отравили Жену Царя Это Произошло В походе Неважно Но сама Ситуация Например Представьте себе Что у Трампа Отравили Дочь Где-нибудь В Колизее Или Я не знаю Какую-нибудь Племянницу Англии Меркель Нет Я к тому Что Вы можете Представить себе Самый страх В котором Жил он Если Вот Отравили Жену Да Чего Завтра Гарантия Где-какая Что Тебе Того же Самого Конечно Он знал Что бояре Готовят Ему Как было В Византии Через три месяца Новый император И такие эпохи Были Конечно Он знал Что ему Готовят Смену В виде Этого Никудышного Абсолютно Слабого Владимира Андреевича Старицкого То есть Бояре Просто мечтали Они видели Что Царь Жесткий Заставляя служить А тут можно Ограничить А тут можно Поставить Свою марионетку И опять Русь по частям Разорвать По уделам Видите какая идея Царя задача Сделать Создать Сильное Самодержавное Государство У бояр Ослабить И сделать Боярскую Вольницу Вот нашла Казана Камень Так Еще Третий момент В 1563 Году Умер Митрополит Макарий Который Являлся Очень таким Сдерживающим Фактором Во всех Таких Шумных Придворных Скандалах Он все это Сдерживал Он все это Как-то Ним укреплялось Ему хватало Ума Для того Чтобы Не Доводить До Каких-то Кровавых Разборок И прочее Царь его Очень Уважал И к нему Прислушивался Как он Даже единственный Кто Избранной Рады Остался Невредимым О Продавшего Я уже Вам говорил И Конечно же И Еще Одним Из самых Как бы Просто Я думаю После этого Грозный Сел Вот так Как мы Сидим В 64-м Году Мы уже Упоминали Сбежал Курбский В 63-м В 64-м Он сбегает В 63-м Неважно В общем Короче говоря Министр Короны Вот Настал момент После Бегства Курбского Я думаю Грозный Вот так Вот Как мы Сидим Сейчас Сел За стол И Подумал Чего Делать То есть Как Решить Несколько Самых Главных Важных Вопросов Церковная Лояльность Боярские Заговоры Прекратить Получить Ресурс Для Продвижения Своей Политики Следовательно Было Или у Церкви Или у Бояр Немножко Землю Дернуть Да Опричина Кстати Означает Иная То есть Отдельное Что-то Отделенное И Самый Главный Момент Ускорение Реформ По Созданию Самодержавного Российского Царства По Византийскому Образ Все правильно И еще Историки Добавляют Несколько Комментов Один из них Это Перед Иваном Грозным Стояла Задача Полностью Прекратить Вот эти Все Устремления Бояр Раздавляют Раздавить Бояр Как он Не пробовал С ними Миром Они Проходят Время Через 5 лет Они его То ли Убить То ли Отравить То ли Его Жену То ли Предательство А он Долго Правил Царь Поэтому Как ему Это Прекратить Он Наверное Над этим Вопросом Задумывался Ну и вот Значит Что произошло Великий пост 1565 года Царь Отправился В Александрову Слободу Это Город Мини Александров Недалеко От Сергия Посада Далеко Далеко Да Так Будем Говорить Посерединке Отправился Не просто Так А Прибыв Туда Он Начал Там Особое Моление Постничество И В то же Самое Время Написал Два Письма Написал Письмо Митрополиту И Написал Письмо Как бы Ну Будем Говорить Народу В нем Он В Москву Да Он В Москву Написал Два Письма В нем Он Обосновывал Своё Как бы Решение Уехать В Александров Тем Что никто Не хочет Исполнять Его царскую Волю Поэтому Он От власти Удаляется Но В то же Самое Время В этих Письмах Учреждалась Опричнина Каким Образом Каким Образом Да Войска Как бы Не было Ничего Не было Еще Но Москва И Московская Область Называлась Опричным Царским Уделом То есть Только Царской Государевой Землей То есть Царю Надо было Откуда Деньги Брать Взимать Какие-то Доходы С этих Земель Земли Для своих Да Также Часть Южных Земель И Западных Земель Российского Царства Западных Пограничных Да Пограничных Северные Земли Это Волжский Бассейн Тоже Все же Остальное Да Это была Гораздо Большая Часть Объявлялась Земщиной Земщиной Как бы Остатком Того Что Оставлялась Вот этим Всем Родовитым Бояром Идея Была Какова На Этих Новых Опричных Землях Царь Своим Создавал Новый Класс Дворян Будем Говорить Ну Опричник Поначалу Это были Вроде бы Опричники Но Идея Была Верных Талантливых Способных Людей Ну И так же Как царю Там что там В голову Ударит Наделять Хорошими Земельными Наделами Чтобы была Возможность На этих Людей Опираться В решении Вот тех Всех Проблем Которые Мы сейчас Перечислили Которые Он Ставил Перед Собою И вот Эта Идея В этих Письмах Проскальзывает И царство Было Таким Образом Разделено Он Спрашивал Разрешение Если Я верну Если Вы Мне Позволите Действовать Вот так Да Абсолютно Так И Есть И Конечно Ж Ну По сути Дела Выбор Я думаю Никто Еще Толком Ничего Не Понял Но Народ Поддержал Царя И Сказал Боярам Или Идите Его Возвращайте Или Мы Устроим Калмейскую Ночь Да И Вот Значит Народ И Бояре Приняли Решение Эти Царские Требования Выполнить Причем В том числе И Митрополит К этому Делу Тоже Подписался Значит В этот Момент Вот Как раз Момент Учреждения Опричнины После Смерти Макария Был Митрополит Афанасий Да Это Был Интересный Человек Он Был Духовником Ивана Грозного Он Был Из Псковских Монастырей И Был В Очень Хороших Дружественных Царем Отношениях Всего Два Года Он По сути Дел Правил 64 И 66 Год А Потом Государь Как бы Он Дело В том Что Афанасий Был Очень Честным И Искренним Человеком И На Все Просьбы И Требования Царя Не Лезть В Государственные Не откажусь От своей Привилегии Ты Даной Мне Сотнями Лет От Крещения Руси Быть Митрополитом Печальником Перед Государем Я буду Требовать От тебя Помиловать Там Людей И прочее Все И тогда Грозный Предложил ему Удалиться От престола Он Принял Это И В Кремлевском Чудовом Монастыре Спокойно Без Всякого Насильства И без Ничего Без Он умер То ли Холера была В 66 Году То ли Какая Чума В общем Написано Моровое Поветрие Язва И он Умер Естественно Смертью В Москве Грозный Его Не Не Предал Никим Репрессиям Ничего Его Не гнали Не лишали Он Себе Спокойно Служил В монастыре Молился И умер Свою Спокойную Смертью Все Так Митрополит Не принял Да Он Не принял Но В данный Момент Он еще Не понял Что это Такое И вот С народом Вместе Все Поперли В Александрову Слободу Во главе С митрополитом На коленях Вернуть Царяна И Иван Грозный Вернулся Вернувшись Он вызвал Себе Сразу Басманова Плещеева И Басманову Прямо На таком Царском Совещании Он ему Сказал Что будешь Моей правой Рукой И Я поручаю Тебе Организовать Войско Опричное Басманов Получал Неограниченные Полномочия Причем Даже В основном Они действовали Конечно В законных Таких рамках Но когда Они пьянствовали Грабили Или еще что-то Делали Царь всегда Закрывал На это Глаза И смотрел На это Сквозь пальцы Как у нас Любят говорить В русских Пословицах Вот Значит В награду За это Они получали Вот эти Опричные Земли Которые Помимо Государственной Службы Еще приносили Им Доход Я думаю Что Царь Хотел Именно Из-за Причников Выбирая Из них Себе Верных Слух Сделать Новое Сословие Которое Бы Заняло Место Бояр Маленькое Уточнение Конечно Потому что Как только Царь вернулся И буквально В феврале Месяце Сразу Он провел Несколько Казней Да Да Конечно Несколько Казней И эти Земли У казненных Бояр Были отобраны В опричные Земли Да А через год Была знаменитая Казанская Ссылка Где буквально Сотня Сотня С лишним Бояр С чем-то Были Высланы С московских Суд С лишением Всего С лишением Всего Куда-то Подсказали Да Как у нас С тех пор Пошла идея В Сибирь Архиепископах Подлежал Вот К человеку Которого Реально Осудили И действительно Были какие-то Там Моменты О предательстве Весь рот Мог До этого Дойдем До этого Мы конечно Дойдем Так и получилось Оно потом В финале Опричнины К этому всему И привело Когда уже И правые И неправые Но здесь Пока сейчас На данный момент Идет Очень трезвый Подход Не пьяный Подход Не безумный Не идиотский А трезвый Подход То есть Разобрали сначала Вот эту Ливонскую войну Ее Причины Ее поражения Нашли Виноваты В этом Да И причем Реально нашли Виноваты Которые действительно Либо специально Честно Откровенно Были предателями Либо просто По своей Тупости И халатности Привели к тому Что ракета Не взлетела С космодрома Восточный И взорвалась В плотных Слоях Атмосферы И привели К поражению Русского Гибели Русского войска И этих людей Принародно Казнили Но самое главное Самая главная Идея была Римущество Нужно было имущество Лишением земель Как вы только что Сказали Вторая эпопея Около двухсот Бояр Было выслано Из Москвы Опять же С лишением Всех вот этих Подмосковных Земель Лишением всех Прав Отправлено За Казань Укреплять Восточные Границы Российского Царства С этого момента Начинается Зачистка Всех Боярских Вотчин Дело в том Что Все не было Статичным Приходили Какие-то Доносы Кто-то На кого-то Писал Какие-то Подметные Грамоты Кто-то Кричал Слово И дело Государева Было Организовано У опричников Целая Такая Дознавательная С пыточными И прочими Всякими Штучками Которая Позволяла Развязывать Языки Даже тем Кто И особо Этого Не хотел Ну естественно Тут Как всегда Будет и правда Действительно Которые ловили Предателей Будут и Многочисленные Злоупотребления Да Когда будут Убивать и Тех Которые Ничего Не имеют Никого Особого На это Не смотрели Потому что По тем временам Царь Называл Людишки Да Холопьев Будешь Называл Свои Письма У него Все были Людишки Следующим И очень Самым Таким Ну Тут Много Мы не будем Разжевывать Всю Историю Подноготную Опричнены Ее И так Очень много Кто ее Есть маленький Момент Желательный Который Редко Кто обращает Не Мы будем Сейчас дальше Идти Мы обратили Внимание Что первые Два Года Было Более Менее Такое Объективное И разумное Потом Все Устали Нет Там Было Одно Событие Я Предварительно Сказал Еще Один Поход Организовал Лично Иван Грозный Под Своим Началом На Полоцк Отбить Обратно Полоцк Полоцк Отобрали Еще Один Полоцкий Поход И Буквально Целый Год С С Года Было Напряжено Все Государственные Ресурсы Представляете Год Подготовки К походу Большому Ливонскому Походу Он Хотел Одной Точкой Закончить Эту Войну Там Собраны Были Страшные Ресурсы Собраны Были Огромные Войска Весь Артиллерийский Наряд Там Огромный Который Все Это Было Расписано Как Это Должно Было Подойти Место Встречи Этого Войска Было Под Новгородом Назначено Сбор Туда Должен Был Артиллерийский Наряд Подойти Там Все И Что Получается Видимо Цифра 7 Как В 1937 Году Это Были Организованы Репрессии Так И В 1567 Году Тоже Получилось Так Что Это Стал Год Начало Страшных Репрессий Было Конкретное Предательство Понимаете Во-первых Не подошел Артиллерийский Наряд Представляете Знаменитые Грознезовские Пушки Которые Затерялись В грязях Начали Расследование Выявили Дьяка Пушкарского Приказа Который За взятки Освобождал Там Давал Лошадей Дедка Да Который Разрешал Не давать Лошадей И Стягливую Сингу За взятки Это Казарин Казарин Дубровский Его Ну Начали Расследование Оказалось Там Целая Цепочка Дебилизма Взято С Кроме Этого Еще Параллельно Пока Значит Вот это Все Готовилось На Литовской Границе Курсировало Литовское Литовское Войско Которое Уже Знал Но Не Вступало Они Оказывается Ждали Предательство И Это Предательство Было Доказано Потому что Были Перехвачены Подметные Письма Подметные Письма Ко всем Воеводам Практически Ивана Грозного Представляете Тут такая Операция А тут Идут Из-за Границ Из-за Бугра Идут Подметные Письма С Предложением Изменить Своему Какой-то Удар То есть Операция Вот эта Отменяется Иван Грозный В этом 67-го Возвращается И Начинаются Зверские Репрессии Зверские Просто Ну Будем Жень Более Объективны Они Зверские Но Они Очень Мелкие Поскольку Для масштабов Даже Европы Да 67-го Года Особые Да Они Более Кровавые Стали Причем Он любил Я еще раз Говорю Иван Грозный Любил Театральные Представления Он мог Затравить Медведями Порвать Кобылами Завалить Бревнами То есть Вот ему Это надо было Эффект Произвести Хотя Это можно было Делать Все гораздо Тише И спокойнее Генрих Восьмой Отрубал Головы Своим Женам Тихо И спокойно И еще Причем Парламент К этому Привлекал А вот мы Говорили с вами О чем Ну Душевранья Много Нет Нет Что писали Иконописцы В углу Икон Страшного Суда То он И притворял Да Абсолютно Верно И вот эти Муки Казни Страшного Суда Как рисовалось Так он И притворял Это в жизни Да Давайте Немножко Все таки Обратимся К церковным Более делам На этот момент Значит Митрополит Афанасий Мы уже говорили Был самый неудобный Для него Митрополит Ну буквально Давайте еще Буквально два слова О Стоглавом Соборе Стоглавый Собор 1551 год Давно уже Но Этот собор Государь Прямо Откровенно Влез В церковные Разборки То есть Он прямо там Пишет Кому как Есть Какого цвета У кого печать Должна быть Там и прочее И Говорит о том Что это он Родеет о церкви Хотя Монархи Не должны были Этим делом По сути дела Заниматься Афанасий Был А еще Стоглавый Собор Называется Но Это неправда Он был 101 главый Как Змей Горыныч В общем Приписана Была еще 101 глава К нему Которая Конкретно Занималась Церковными Землями Секуляризацией Церковных Земель Он не решился Макарий Отстоял Церковные Земли И Иосиф Володский Воззрение Победили Но все Таки Он настаивал В этом И было принято Решением Собора Что Прекратить Увеличение Церковных Земель Потому что Получалось Что церковь Имела земли Чуть не полгосударства Не согласованную Передачу Земель Даже и согласованную Он предложил Заменить ее Равноценной Денежной Компенсацией То есть Если тебе Жертвовали Напоминовение Например Гектар земли На этой земле Продавалась И церкви Отдавалась Деньгами Почему? Потому что Церковь была Освобождена От налогов И царю Чем меньше Земель Было у государства А больше у церкви Было невыгодно Потому что Это уходили Деньги Государственные Налоги И идея Была правильная Во-первых Не будут Обрастать Крепостными Крестьянами Во-вторых Государство Будет получать Нормальные Налоги А в-третьих Никто и не обижен Вы получили Равноценную Денежную Компенсацию У вас Дар не отобрали Да Ничего не отобрали Вы получаешь Столько Сколько Эта земля Реально В денежном Выражении Сколько стоила Вот эта Вот идея Она И продолжалась И дальше Во-первых Всю свою До самой своей смерти Грозный Старался Ограничить Церковное Влияние Во всех смыслах Этого слова И власть Митрополитчью И особенно Власть денежную Он всеми силами Старался Чтобы Деньги От земли От других доходов Не было Нефть не добывали Только значит Что можно было делать Там Пушнину Лес Продукты питания Продавать Подземных Скопаемых В то время Еще добывать Не умели И Это была Главная идея Вот поставить Эту землю На службу Государству Не На какие-то там Таинственные Монастырские И зачастую Не Реализуемые Проекты Лов Рыбы И прочих В своих Интересах А вот Чтобы это было В государственных Интересах Недавно Владимир Владимирович Путин Когда ему Предложили Вернуть церкви Там 3 миллиона Гектаров Пашни Которая Принадлежала Ей там Во время Сказал Не будем Коммерциализировать Нашу Святую Церковь Не будем Наступать На старые Грабли С церковными Землевладениями Я смотрю Они с патриархом Друг на друга Косовато Поглядывают Мне больше всего Понравилось Как патриарх Все Ну это церковное Лизоблюдство Все его на Воламе Под локоток Хотел Путина Подхватить А Путин не любит Когда его под локоть Берут И так Он от него Прямо Так под локоток А то так раз Раз руку убирает Не любит Правительные Духовные И государственные Как всегда На усе Конфликтуют Конечно Это и должно быть Я думаю Что Чем больше будет Съединения И единомыслия А тем хуже будет Потому что К сожалению Большому Церковь хорошо живет Только в гонениях А так Прокобесия Начинает Сразу процветать Ну и вот Значит Афанасий Мы уже говорили Был человеком Самостоятельным И в 66 году По предложению Ивана Грозного Он спокойно Оставил свой престол И в чудовом монастыре Благополучно Дожил Свои дни Ну так получилось Моровое поветрие Язва И он Скончался Царь дальше Продолжил политику Подавления церкви Следующим Он предлагает Митрополита Филиппа Колычева Который был Настоятелем Наместником Игуменом И год терпел То есть Вот представьте себе Что Началось Жесткое Такой Как раз 67 год Жесткое И По боярам Как там Застучали По боярам Топоры Помните Пел этот самый Басманов Как раз Я уточнил Да И Целый год Филипп терпел Естественно Ему писали Кому бояре Могли пожаловать В ООН Или в Европейский суд По правам человека Некому больше Был Единственное Кому можно было Что-то попросить Милости Хотя бы Там замолвить слово Это был Митрополит Больше никому Кому Какому-нибудь Боярину Какому-нибудь Князю Написать Да тот сам боялся Сидел рот открыть Чтобы ему тут же Опричники Голову-то и не отрубили И поэтому Целый год Писали Филиппу Всяческие жалобы А в этот момент Филипп терпел Терпел А в этот момент Вскрылось Что и Колычев это Рыльца-то в пушку И царь об этом Когда он предлагал Его Митрополит Это было неизвестно Еще А когда годик прошел Пошли слухи О том, что и Колычевы Тоже замешаны В Государевой измене Там не было Такого явного Прямо Открытого доказательства Но Сплетня Не так просто Прыгает сплетня Она В мозгах Заседает И где-то там В глубине души Оказалось Она попала Ивану Грозному На сердце А тем более Вы должны понимать Что Иван Грозный В это время Жил как Игумен монастыря Вот эта Опричнина Это была просто Целая сказочка То есть Это было Пятьсот Где-то Мужиков Он жил Среди них Как Игумен Монастыря Читал им На трапезах Душеполезные Поучения Из Иоанна Дамаскина Например Там что-нибудь Или из Иоанна Лествичника Они обязательно Каждый день Ходили Как вот В иезуитском Ордене Богослужения Молитвенные Правила И до победного конца Здоровые люди Какие были Выдерживать Это все Да И Естественно Когда вдруг Молчавший Целый год Филипп Открыл рот То для Ивана Грозного Это было Как некое Землетрясение Причем Филипп Ничего мне не придумал Это тоже Я считаю Конечно Чисто такой Тактической ошибкой Вместо того Чтобы поговорить Там Услышать Какое-то мнение Он сделал это Прям в соборе На Богослужении При всех Начал отчитывать Царя Начал отчитывать Его там И прочее Все остальное На что Грозный Сначала Повел себя Очень мирно Он даже Не хотел Никакого конфликта Он голову Наклонил И со службы Ушел И Филиппа Пригласив К себе Сказал ему Уходи на покой Миром и добром Я тебе предлагаю И вот допустим Езжай там Всков Метрополитом И там себе Тихонечко сиди Чтобы не было Никакого церковного Скандала Но тут уже Филипп Вторую Так именно Возомнил себя Мучеником И он значит Ему говорит Я типа Пойду до конца И вот ты меня Тогда Будешь Силой меня Отрешать От Первосвятительского Престола Нашел кому сказать Да Нашел кому сказать Грозный К этому времени Уже болел Сильно И вот это Он принимал Лекарства С ртутью Там В общем Психические Нервные расстройства Уже были Налицо И Грозный Просто промолчал Филипп ушел Спокойно Служил себе Дальше Но В следующий раз Грозный Одевшись Монахом Пришел На службу И спрашивать Благословения У Филиппа И Филипп Принародно Отказал Его Благословить И тогда Ему Грозный Сказал Если ты хочешь Я попробую Испытаю твою крепость Филипп не понял Сначала Но это имелось Ввиду Можно же Железными прутями Не только Добрыми словами И Еще больше Обличал Грозного Что вот Не видит перед собой Государя А черница В ошметках Каких-то Тряпках Пришедших И вот Он ему Настолько Обиделся Грозный И запомнил Ему это дело Грозный Там Сверкнув На нему глазами Он вышел И тут же Приказал Созвать Церковный Собор На котором Филиппа Лишили всего И вся Что там только Можно Тут я должен Несколько слов Сказать Лишить Ничего Невозможного Можно просто Запретить Священно действовать Лишить нельзя Ну как вот Можно Выгнать Духа Святого Церковному Считается Что В момент Посвящения Сходит Святой Дух На человека И Этот Дух Святой В человеке Живет И движется И Благодать Эту Дает Окружающим Людям Как Задумаемся Кто может Выгнать Его Этого Святого Духа Мы Помолились Пришел Бог И Дух Святой Осенил Не знаю Какого Священника Патриарха Или Митрополита А как Мы его Гонять Будем Веники Делать Соборы Какие-то Собирать Кричать Кш-кш-кш Или зерна Для голубя Рассыпать За забором Может он Вылетит Из этого Это невозможно О чем И говорит Дальше Даже Знаете Эпопеи Такие Например Златоуста Выгнали Лишили его Сана Все Потом Он опять служит Спокойно В патриаршем Храме Целый год Или Например Никон Патриарх Потом В будущем Мы еще С вами Будем Говорить Об этом Его Лишили Там Сана Всего А потом Пишут А может Ты вернешься А похоронили Вообще По патриаршем Чином И со всеми Патриаршими Почестями В патриаршем Облачении Как будто Ничего И не лишали То есть По сути Дела Это просто Будем Говорить Было Такое Церковное Прещение Лишить Ничего Опала Невозможно Можно От должности Отстранить Выгнать Из дворца Из храма Но Лишить Духа Святого Невозможно И Царь Понимал Это Он Глубоко Это Он был Глубоко Верующий Человек Он понимал Поэтому Ему Было Важно Не то Что там Духовная Сторона Этого Вопроса А вот Размазать Филиппа И напугать И Колычевых И всех Бояр Окончательно То есть Это Была Идея Не просто Там И так Казни Все боялись Вдохнуть И выдохнуть Боялась Вся Москва Написано Замершая От страха Москва Боявшаяся Новых Наказаний Филиппа Ободрали То есть Прямо Явился Собора Диак Который С бумагой Зачитал О лишении Филиппа Митрополичества Московского И прочего И все остальное И тут На него Зело Все кинулись Содрали С него И по ноге Ободрали С него Церковные Облачения Одели Его В тряпки Помните Он Иван Грозный Скажет Этот чернец Пришел В драных Одеждах Одели Его В самые Драные Тряпьё Какое Только Можно А он Кстати Филипп Испугался Когда Собор Начался Филипп Очень Испугался И уже Хотел Сам Отца На Отречься Ну не Отца От Митрополичества А Грозный Ему Сказал Нет Теперь Уже Поздно Помнишь Я тебе Предлагал А теперь Поздно И ходи Во всех По ноге Одень Рядень Рясы Одень Мантию И ходи Во всех Облачениях Митрополиче И тот Вынужден Был Сперепугался Страх Уходить Всех Этих Облачения Для чего Чтоб Содрать С него Эти Облачения То есть Представьте Себе Старца Там Он уже Был В годах Глубоких Галышом Ободрали На Амвоне Содрали С него Все Тогда Еще Кстати Трусов Никто Не носил Никаких Плавок Не было Если Драли Вот эти Все Шмотки Сверху То Драли Докола Что Там Было Обдирать Ободрали С него Все Закрутили Его В Какое Страшное Трепье И Выгнали Его Из Собора С Величайшим Позором Посадили Его В темницу Сначала В Кремле Потом Переслали Его В другую Подмосковный Монастырь Его Заперли Где Потом Его И впоследствии Придушил Малюта Скуратов Но Это Связано Еще С одним Интересным Примечательным Моментом В 1569 Году Я думаю Это Уже Было Это Была Подстава То Это Была Явная Такая Подстава Но Все В Государственных Интересах Кто-то Написал Большую Под такую Подметную Грамоту О том Что Архиепископ Новгородский Пимен Черный Вот Который Возводил На Сан Митрополита Филиппа Колдун И скотоложник То есть С лошадьми И Вдобавок И под ним Бояре Заговором Ушляют Против Государя Вот Такая Бумага Пришла И Иван Грозный Собрал Армию И отправился На Новгород Молва Это Конечно Пошла И шумиха Раньше И Пимен Вместе С сотнями Люди С иконами С крестным Холодом Все Вышли Встречать Его В чисто Поле Можно Чуть Да Конечно До Новгородского Давайте 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 Пимен Вы Хорошо Подметили Что Пимен Ставил Этого Самого Да Да Филиппа Филиппа Коучева Ставил Во-первых Пимен Пимен Значит С Коучем Он сам Метил На этом Представляете Какой Какой Рамсах Был Да И Дело В том Что Не Просто Так Филиппа Потом Изгоняли Целое Дело Против Него Готовили И Один Из Кто-то Из Экипистов Там Отказался А Пимен Согласился И Дело Против Вы Абсолютно Вот Дело Против Получева Готовилось Об измене Уточняю Уточняю Вы Правильно Заметили Дело В том Что Ничего Не Могли Найти На Филиппа Ничего Не Было И Тогда Отправили Целую Делегацию В Соловецкий Монастырь Выяснить А вовремя Леон Завтракал А ходил Леон К обедни И Вообще Был ли Он Там Не Ел Лягушек Из Соседнего Озера Во время Поста И Ничего Не Могли Найти На Него Тоже И Никто Не Соглашался Все И Румины Там Архимандриты Отказались Даже Под Муками Никто Не Хотел Писать На Филиппа Никакой Напраслины А Именно Вот Ен Тат Пимен Черный И Возглавил Это Дело О Клеветание И В общем Ничего Они Лучшего Не Придумали Под Его Комиссией Как Обвинить Колучилова В Колдовстве Что Он Был Мол Колдун Метрополит Колдун Да Да И Обвинив Его В Колдовстве Лишить Его Санов Что Вот Он Мол Магией Занимался И Прочее Все Остальное Ну И Вот Так Получилось Такая Связочка Да Такая Связочка Да Да Колычев Не Просто С Колычем Был Родственником Ведь Это Огромный Боярский Род Они Между Собой Там Даже Голову Отрублен Пристал Ближайший Его Родственник Был Боярин Федоров Челедин Это Глава Земства То есть У нас же Государство Там было Двоевластие Земство И Обычкино Глава Земской Думы Был Федоров Челедин Там Стиславский Так вот Федоров Челедин Подвершися Сначала Опали Там В Нижний Новгород Потом Филипп За него Заступился Что-то Начал Там Это Самое Он Родственник Был Ближайший И Потом И Когда Вот Это Опять Пошла Волна Извинений В сторону Владимира Старицкого Который Был Еще Живой Уже Вызвал Иван Грозный Этого Федорова Челедина И Прилюдно Его Прирезал Сам Ну Так Одна Из Исторических Версий Может Казнили Но Все Ссылаются На То Что Вот Он Посадил На Трон Ах Ты Здесь Хотел Сидеть И На Нем С Сажать На Него С Ножом И Прирезал Этого Федорова Челедина Но Естественно Вот Это Тоже Явилось Одним Из Аргументов Протеста Этого Филиппа Колычева Да Да Кстати Он Издевался Над Нем Грозный Жестко И Даже Когда Филипп В темнице Был Он Казнил Одного Из Его Любимых Племянников Тоже Двойная Такая Фамилия Он Отрубил ему Голову И прислал Филиппу Эту Отрубленную Голову Еще Вдобавок То есть Это Может Это Из 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 Народного Фольклора Из Фольклора Иностранных Деятелей Если Это Была Не голова А палец Или ухо Ничего Удивительного Да Ничего Ну давайте Мы Преуменьшим В сто Раз Это Была Не голова Или Глаз Выковыренный Ну Вполне Возможно Голова Опять же О театральности Запугивание Театральность Полной программы Ну и Надо еще Отметить Я прошу прощения В 68 Году Прекращается Вот эта История С Владимиром Радыльевичем Стариц Его Перед тем Как Там Всех Новгородских Походов Его Травят Вместе Со всей Семьей Да Абсолютно Верно Значит Кстати Здесь В это же Время Был Еще Как бы Вопрос Кого Поставить Хотели Думали Филиппа Сначала Решили Поставить Германа Казанского Архиепископа Значит Его Фамилия Была Полевой Садырев И вот Об этом Тоже Вот Клевета Много Клевета На Ивана Грозного Пример Для клеветы Церковной Клеветы Грозный Вызвал Его Перед тем Как Филиппа Поставить Колычева И предложил Ему Митрополитичий Престол Герману Да Он был Казанским Архиепископом Да Он пригласил И предложил Московский Престол Но с условием Что тот Значит Будет Поддерживать Его Под эту Оприченную Политику Рождения Государства Герман Сказал Нет Не буду Не испугавшись Царя Царь Очень уважительно Отнесся К его решению Курбский Пишет Что после этого Он его чуть ли не задушил Голову ему отрезал И в речку бросил Это в писании Курбского Все Фигня Потому что Ничего подобного Митрополит Еще жил Несколько лет После этого С отрезанной головой Он прожил Еще По истории Курбского Еще несколько лет Мы не упомянули Еще один источник Клеветы на Грозного Это же письма Курбского Курбского Которые очень берут Там правда есть много Нет Там есть много Правды Интересного Да Но И прибрехивания Там тоже хватает Самую гадость Вот оттуда берут Да Да И вот он Герман Отказался И Спокойным образом Вернулся Себе в Казань Где благополучно И дальше служил И все было нормально И все было хорошо Никакой Никаким прещением От Грозного Он не подвергался Он сказал Я не буду С твоей компанией И Грозный Не казнил Его за это Вот это кстати Тоже Огромном количестве Клеветы Ивана Грозного Ну чем кончилось Что дальше Произошло А произошло Вот что Царь вроде бы Кричал там На этого Пимена Издалека Но все таки Будучи православным Государем Он благополучно Вошел в город Пимен Отслужил Литургию В Новгород Ой да Я в город сказал Да В Новгород Вошел в город На Новгород Да Мы говорим о Новгороде Но Новгород тоже город 70-е годы 70-е годы 69-е годы Последний месяц 69-го года Вошел в Новгород Вошел в город Они перешли Через Волхов И благополучно Отслужили Литургию После чего Пимен Пригласил Пригласил их Отъясни хлеба То есть Ну На трапезу Покушать В этот момент Царь сделал Зело Ярые очи И Диким Голосом Начал кричать На Пимена Первое Что он Крикнул ему О том Что тому Негоже Быть В святителях Так как он Волынщик И дудочник И ему Главное Возглавлять Дрессированных Танцующих Медведей Не пошло ему На пользу Что он Поклинно Да Совершенно Да Ничего ему На пользу Не пошло А после этого Это вот Театральность Надо представить Себе Этого события Он приказал Привезти Беременную Жеребную Белую Кобылу То есть Намекая Пимену Что кобыла От него Залетела Его Ободрали Всего Облили Какой-то Краской Вот Это Посадили Его Заставили Его Самого Одели На него Какие-то Тряпья Лохмотья Заставили Его Полуголова Залезть На эту Кобылу Самостоятельно Причем Задом Наперед Сидеть На ней Это Как бы Такой Сакральный Смысл Что это Типа Сатанинские Слуги Какие-то Вот Тут Здесь Некий Архаичный Тоже Прослеживается Помните Как мы Говорили С вами Кона Страшного Суда Вот Здесь Сидеть Наоборот Кстати Часто Инквизиторы Европейские Привозили Вот этих Осужденных На казнь Ведьм Задом Наперед На осле И С привязанными Веревками Ногами Под Животом Точно Так же Посадили Его задом Наперед На эту Кобылу Беременную И привязали Ему Ноги Под Этим Самым Чтобы не Слез С лошади Под лошадью И Повезли Его В Москву Чтобы Все это Видели Все это Театральное Действие Чтобы все Видели Что происходит С этим Пименом И началось Новгороду Большой привет 500-600 Человек В день Убивали 500-600 Человек Это причем Я специально Взял из разных Источников Посмотрел В общем Никому так Не досталось Ни Пскова Никому Как досталось Новгороду Новгороду Досталось Жуть Из многих Источников Очень многих Тут уже нельзя сказать Что все врут И Сохранившиеся Летописи Нет Нет Врут Конечно Конечно Врут Несомненно Но все Врать Не могут Все равно Какая-то Часть Информации До нас Дошла Смотрите Воспоминания Самих Бояр В переписке Которые Писали Что от них Осталось Там Воспоминания Бежавших Купц Все Ломанулись Торгаши В Новгороде Всегда было Очень много Купцов И ремесленников Из всех Из всех Областей России Из Нижнего Новгорода Из Пскова Все Напуганные Да Новгород Был Он во-первых Устоял перед Татарами Был Ремесленный И торговый Очень мощный Центр Вот И все Бежавшие Сохранилась Куча Там Кто-то Жене Пишет Кто-то Брату Как это Называется Берестяные Записки Берестяные Грамоты Я не буду Углубляться Во все это Сильно Но В общем Реально Подсчитывают Историки Что Осталось 20% Жителей Новгорода То есть Всех Остальных Ну Большая часть Убежала Конечно Просто Разные Историки Есть Большая часть Убежала Просто Из Новгорода Есть Историки Которые 20% Говорят Что пострадало Да Что 20% Давайте Репределим Так Вот 20% Пострадало 20% Осталось А остальные 60% Смылись Вот Разбежались Кто Куда Мог Спасались Есть Сказание О Казни Новгорода Сказание Новгородское Сказание Но оно было написано В Новгороде При занятии Новгорода Шведов Абсолютно верно Нет Это не объективные Источники Мы говорим С вами О том Что писали Те Кто мог писать Да Много людей Не Ну Видите Что с Пименом Даже сделали И все это Театральное действие Вот перед нашими С вами Глазами Есть много Историков Которые говорят Что жертвы Сильно Сильно Привычны Нет И доказывают Еще Никто не говорит Что Потому что там жило Ну порядка 20 тысяч человек Всего в Новгороде Да Всего лишь В то время Так вот По подсчетам По подсчетам По тем временам От современных историков И по тем материалам Что у нас есть За все время существования За всю жизнь Ивана Грозного Не только за 7 лет Опричнины Но и за всю жизнь Ивана Грозного Пострадала И было казнено От 5 До 20 Тысяч Человек То есть Определить Врая столько Что более точно Подтвердив это Научными методами Невозможно Много людей Много людей Пострадало Причем Я уже говорил вам Что Елизавета Английская За этот же период времени Казнила 80 тысяч Вы говорите За весь период Свои подавления Да А не за Новгород Не только за Новгород За все Новгород За все Вместе Туда же Вместе Порядка 20 тысяч Да Вот видите От 5 до 20 То есть Точнее сказать Невозможно Елизавета За это казнила 80 тысяч Английчан За это время По релиозным Причлокам Есть еще нюансы Ведь не просто так Ведь многие Так говорят Вот такой шизанутый царь Пошел и начал Новгород громить Да там причины были Там были и внешние И внутренние причины Внешние например Только что в 69 году В 68 году Произошла Люблинская уния Воссоединилась Что Литва Перешла Литва уже не выдержившая Уния Россия Пересоединилась Уже Окончательно К Польше Образовалась Жечь Посполитая Значит И естественно В Новгороде Была пролитовская партия Которая пыталась Новгород К этой унии Присоединить Вот что самое главное Было Это просто была Государственная измена Это не просто так Естественно Конечно И у Пимина Там было В рыльце Кухон Конечно Он все это знал Он обязан был Следить и докладывать Ну а тут Ну все Попали ребята Ну вот так ему И досталось Беременное Естественно Он оказывает Тех людей Которые действительно Были виноваты Там очень много Пострадало невинных Стало наглеть Городских Ну а кончилось Всего казнью Двумя Двух бояр То есть Псков все тоже С руками С крестами Все на колени Встретили Там Микола Да Микола Как его Юродивый Ну он тоже Сыграл большую роль Что Грозный Грозный бояр Уважал Да Василия Блаженного Микола Псковского Он уважал Да Юродивых вообще На Руси частенько Уважали И всего двух Бояр казнили Казнили всего Двух бояр Все отделались Легким Испугом Но после этого Застывшая В страхе Москва Ожидала Возвращения Причины К себе И вот Вернувшись В Москву Прямо Его даже так называют Поход на Москву 200 Самых Родовитых Бояр Не просто Бояр Начальников Приказов Дьяков Министров Причем Все вот так же Как было Театрально С Пименом Раздевая Доисподнего Белья Бревая Опаливая Сжигаем Бороды Вздымая На дыбах Ломая Висковатый Министр Иностранных Ломая Подрезая Жилы И сухожилия Ломая Кости На ногах И руках Четверту На поганой Луже Отсечение Голов Отрезание Языков Очень практиковалось Несколько Дехов Несколько Министров Вообще Отрезание Ушей Носа И языка И потом Ссылание Куда-то На Урал Вся эта Расправа Была Жесточая Москва В страхе В общем Все в трепете Было После этого Бояре Уже Оправиться Не могли То есть Вот эти Все Какие-то Маломальские Существовавшие Межбоярские Взаимоотношения И связи На этом Заговоры Заговоры Не пройдут Если будешь Заговариваться Ты обязательно Пострадаешь За тобой Еще целый Хвост Пострадавших И все твои дети И Лучше Прекрати Все эти игры В замену Царя Да И вот О чем Цель была Достигнута Все Цель была Достигнута Но Зажравшаяся Благополучно Опричнина Уже Не могла Свои функции Она могла Только есть И жрать И спать Функции Свои Исполнять не могла А тут Бац И дивляд И греть пришел Нет Стоп Батюшка Ну давайте Я думаю Вы сейчас скажете Зажравшаяся Безнаказанная Опричнина И в это время В 70-м же году Грозный указывает Опричникам им место Чтобы они не зажрались И казнит Самых главных Афанасия Вяземского И Басмановых Двух Двух Да Нет Трех Отца и сына Басмановых А Басмановых обоих Ну да Обоих Басмановых казнил И Вяземского Ну естественно Там с ними еще То есть полетели Головы опричников Которые обнаглели И Грозный Это видел Что они обнаглели И он указал им на место Что ни Кум Ни Сватывам Ни брат А я Начальник над вами На всеми Я почему-то все время Считал Что одного сослали Ну обоих казнили Обоих казнили Да И Ну Как бы Крах Этой всей Опричной истории Конечно Все-таки Знаменовал Девлет Гирей На следующий год В 71-м году Гирей подошел К Москве И опричники Не только не смогли Ему оказать Сопротивление Но даже многие Не явились На бой То есть Многие не пришли По приказу Со страху Вот резать там Этих Бояра не привыкли А с Гиреем Воевать Они не решились И они даже Не могли Выполнить царев указ Да Да Слушаем Слушаем вас Я бы хотел сказать Ну Не естественно Это Как бы Тоже Такое дело Что попадает Под некоторое Описание Клеветы Ну Нет Естественно Что Клеветы Вот Какая Понимаете Женя Хорошо Клевета Клеветой Но город Они защитить Не смогли Вот посмотрите Хотите Я вам расскажу Сейчас И немножко Вам расскажу Как дело Вот Николай Второй Он тоже Был клеветан Есть вещи Которые Можно проверить Тоже Ему наврали Про Санкт-Петербург Но ума Ему хватило От рельсы От престола Дело в том Что Татары Очень сильно Боялись Русского войска Не так просто Вот татары Пришли И шапками Закидали И как сейчас Говорят Что Грозный Всю страну Разорил Защищать Было некому Опричники По углам Попрятать Никто не говорит Об этом Никто об этом Знаете Что там Произошло Что бы не Произошло Девлет Гирей Подошел К южным рубежам Рязань Ака Там И так далее И он не хотел Переходить Они хотели Пограбить Южные пределы Как обычно Как обычно И в это время В это время Произошел Гадский Поганейший Случай В истории Руси Нашелся предатель Я не помню Фамилию Звали его Кудеярка Помните Мы говорили О Кудеяре Который был Сыном Якобы В народе Возлигнутый Сыном Собуровой Который Сослали И якобы Родила И стал разбойником При Василии Третьем При Иване Грозном Так вот Имя Кудеяра Вот этот Кудеярка Он был предателем Понимаете Возможно Историки Некоторые говорят Что это одно и то же лицо Подразумеваешься Как разбойник А вот этот Кудеярка Это реальное лицо Историческое Он пришел К Девлет Гирею И представляете Сказал Да Тебе как раз Все удобно Слушай Дядя Тебе удобно На Москву Там все открыто Я не пойду туда Ты что Меня там наломают Это вот Просто Басни Что нечем Было Закрывать Да Действительно Помните Когда этот Самый Скотина Спарта Подсказал Этот самый Предатель Обход Тропу Вокруг То ли У него Была Какая-то Ненависть К Грозному И ко всем Этим Делам Наверное Скорее всего Может денег Вы представляете Как он сказал Слушай Демлет Гирей Пойдем На Москву А если Там кто-то Будет И тебе Ты меня На кол Посадишь Представляете Сила Вот этого Гадского Гнилого Предательства Как он Убедил Ну ладно Взяли Этого Парня С собой Он конечно Был Не простой Подворотник Какой-то Соображающий Он видимо Какой-то Из боярских Детей Может быть Мстил Может Мстил Какой-то Исполнитель Служитель Какого-то Приказа То есть Он может быть Какие-то Бумаги Показал Ну это Неизвестно Но факт То что Такое Предательство Было И Демлет Гирея Притащила Вот эта Вот гадость Действительно Выдали Что войска Нет Защищать Некому Где там Попричники Попрятались Или на службе Были Дело в том Что на следующий Так год Опричное Войско Сыграло Очень Колоссальную роль И не сказать Что они Были Нет Нет Так Нужна была Чистка рядов И стряска И вот в 71-м году Девят Гирея Сжег Москву Защищать Было Некому Но Вот этот Вот секрет Выдача Вот этого Секрета Была Конкретно Предательством Я не говорю Я ни о чем Не говорю О том Что это Не то что Клеветал Будем говорить О том Есть такой Послушный Что Не важно Как Не важно Что ракета Взорвалась Вот Важно Что не смогли Выполнить Свои функции Некому Действительно Они были Войско Было На Литве На Литовском Походе Больше Еще скажу Что в это Время Полная Деградация Церковная В 68-м году Задушен Филипп И пришел Был назначен Кирилл Четвертый Помните Кирилл Первый Второй Был Четвертый Кирилл Кирилл Четвертый Был На 105 Да Полный Лизаблюд В общем Ему было На все Плевать И пришел Ради власти Почему Первое Дело Что он сделал Во-первых Он благословил Вот этот Поход Новгородский В 70-м году Филипп До смерти Не благословлял Есть такая легенда Что Кирилл Благословил Не знаю Что было там А вот Что это Точно благословил Он точно Благословил Поход На Новгород И второй Момент У царя Были проблемы С наследником А так как Он был Уже три Официальных Церковных Брака У него было Четвертый Брак Церковный Не допускался Канонами Канонами Запрещен Церковный Четвертый Брак То есть Нельзя было Наследовать Этому Ребенку Быть Царем Никак То есть Он не мог Дмитрий Уличский Не мог Царевич Наследить У нас же тогда Еще был Жив Иван Нет Я не говорю О том Что Старший Сын И он Был Наследником Конкретно Я не говорю О том Что Я говорю О церковных Канонических Препятствиях Зачем Это же нужно Было Грозному Жениться Значит Не дали Благословение С ногой Морей Дали Дали Конечно Кирилл Дал И причем Придумали Такую Хитрожопую Вещь Извиняюсь Простите Меня За это самое Церковную Терминологию Кто ее Не понимает Кому Понятно То Хорошо Придумали Что Дать ему На три года Эпитимию То есть Ну Это Было Не в церковной Практике Это Было Нельзя Делать Ну Как бы Придумали Что Вот три года Его отлучить От причастия Там Чтобы он Не был Ни на службах Ничего А потом Только на третий год Он мог Приобщиться На Пасху Святых Христовых Таин Нет Но Он тут же Нарушил Это в этот же год Все это Эпитимию Опять же На службу Удастся Сказки Конец жизни Да Но это Семьдесят Каком Город Девятый Шестьдесят девятый Да Нет Семьдесят девятый Не Не Какой Семьдесят девятый Это Вот Анна была Ну Наверное С Марфой Собакиной Долг Или Марфа Да Может быть С Марфой Собакиной Наверное Да Значит Короче говоря Да и вообще По-моему Анна ее звали Ну сколько Шесть раз был Женат Грозный Четыре Канонически Четыре И два раза Еще Шесть Да Значит Суть дела Получилось Что Он ему Благословил И Новгородский Поход И эту Эпитимию Грозный Все это нарушил И никакие Церковные Прещения Он не соблюдал Это говорит о том Что идея Вот этого царепапизма Она процветала И он считал себя Над Вот этим Нравственно Политическим Полем И как и церковно Моральным Так и Юридически Государственным То есть Закон Сам государь Являлся Источником Права Субъектом Источником Закон Это главный вывод Который мы должны Сегодня Да Как-то Наверное Уже Зафиксировать Ну да Закончим на этом Дело в том Что Выводы Церковь Полностью Сдалась Следующий Митрополит Антоний Тоже 72-го по 81-й год Правивший Ни слова Нигде Не против Да Полный страх Полнейший Все Церковные Земли Все что Хотел Он забрал Иван Грозный То что Было Выплачено Там По Стоглавому Собору За Какие-то Земельные Участки И Сами Игумены И Архиереи Ущемляли Вот эти Монастырские Интересы Ради Государственной Политики Грозного Значит Смотрите Централизация Власти Достигнута Боярский Заговор Подавлен Получены Опричные Территории Которые Возможно Реализовывать Государственные Интересы Как и военные Так и Наполнять Казну Внутренне И решать Какие-то Свои Проблемы Боярство Сломлено Возникает Новое Сначала Опричное Потом Дворянское Движение Создана Полная Абсолютистская Монархия Во всех Смыслах Этого Слава Начиная От Церковного Порога Полностью И заканчивая Дворянскими Двоярскими Усадьбами Боярскими И Новой Политикой Государства Согласен Ведь Закрепостили Не только Крестьян Как у нас Принято Считать Закрепостили И дворян И все Сословия Все Были Закрепощены На службу Государства Да На службу Государю А следовательно На службу Иван Грозный Добивался Чтобы они Служили Государству Да В общем-то Вот этот Период Вот этой Разболтанности И Удельщины И так далее Закончился Вот таким Жестким Кровавым Жестким Это переход Столкновением От средневековой Разгробленности К самодержавному Царству И Вот К сожалению В этом В этой схеме Царство Перенапряглось Да Очень сильно Перенапряглось Действительно Это был Перенапряг Всех сил Это были Все враги Там Со всех краев В общем-то Ну в общем Это многие Были усмирены Помните Как у Пушкина Ливонская война Была проиграна Вот на печке Царь Дадон С молодости Ну да С молодой Был Грозин И соседям То и дело Наносил Обиды смело А И соседи Короче говоря Когда он постарел Они с разных сторон Обнаглели Начали наносить Ему Насаждать Ладно К сожалению Придется закончить Уже сильно много Хорошо Мы закончим Наверное В следующий раз Да Завершим Мы поняли с вами Решены государственные вопросы И самое главное Что касаемо нашей темы Полностью Порабощена Всякая Даже церковная Инициатива Она поставлена На Решение Царских Государственных Интересов Спасибо Всего самого доброго С наилучшими пожеланиями Продолжение следует... С наилучшими пожеланиями